Уважаемые коллеги, большое спасибо оргкомитету и, конечно же, Анастасии Валерьевны, без которой я бы сюда не приехал. Я не очень хороший докладчик, но постараюсь рассказать, может быть, что-то полезное о выделении вне клетчатых микровизикул и, собственно, протоколах, которые используются для этого выделения. На самом деле, говорить про микровизикул, конечно же, бессмысленно в этом зале. Хочется только отметить два небольших момента. Это то, что они могут быть генерированы все-таки немножко по разным механизмам и благодаря этому немножко отличаться по строению мембраны. А микровизикулы – это все структуры, покрытые мембранами. Ну и, естественно, отличаться по содержимому. Значит, в целом... Опа, на! Есть... Так, что такое? В целом, в общем-то, условно, все микровизикулы можно разделить на несколько групп. Это, значит, в том числе и апоптические тельца, которые тоже покрыты мембранами. И тоже, в общем-то, по диапазону, ну, как-то влазят, значит, в те небольшие размеры, которые этим микровизикулам обычно... Обычно, которые они имеют. В составе этих микровизикул, значит, выделяют экзосомы. Все про них тоже прекрасно знают. Значит, отличаются... И, естественно, для их выделения важны их характеристики. Отличаются они немножечко формой. Экзосомы более сферические. Они отличаются немножечко плотностью. Но, опять же, вот можно заметить, что диапазоны вот этой вот плавучей плотности у них перекрываются. И они отличаются по строению мембран. Опять же, отличия у них есть. Но, в целом, значит, если говорить про липидные компоненты мембраны, они довольно-таки сильно похожи по составам мембранного везде. Есть, например, там, фосфатидилсирин. Естественно, они отличаются по поверхностным рецепторам. И это основное отличие, которое позволяет их как-то разделить на классы. Это либо, значит, рецепторы экзосом, либо, значит, на микровизикулах, которые получаются отпочковыванием клетчатой мембраны, это интегрины, селектины, так сказать, и другой комплект рецепторов. Ну и, соответственно, в апоптических дельцах это гистоны и ситреби белок. Они отличаются по содержимому, но это уже не так важно, поскольку для выделения этот вопрос как раз не так и важен. Значит, второй вопрос, если говорить... А, мы, естественно, говорим про биологические жидкости. Второй вопрос такой, от чего же их нужно чистить? Ну, в первую очередь, это, конечно, либо протеины, поскольку это тоже такие структуры, как бы гидрофобные, они тоже объединены в кластеры разного размера, они имеют похожую плавучую плотность и, соответственно, могут методами теми же, которые используют для выделения экзосом, выделяться. И, кроме того, в крови, в плазме крови, значит, есть и довольно-таки большое количество просто таких крупных надмолекулярных агрегатов и высокомолекулярных белков. В первую очередь, это иммунные комплексы, и, значит, в том числе часть белков, которые просто агрегируют и формируют агрегаты при стоянии плазмы в момент ее обработки. Значит, кроме того, есть значительное количество белков в плазме и в других биологических жидкостях, которые могут формировать комплексы с этими самыми микровизикулами. В том числе, ну вот самый такой расхожий пример – это уромадулин или белок тамохорсвелла, который в моче присутствует в большом количестве. Известно, что он через мостик из двухвалентных металлов может связывать мембранный микровизикул, связываясь там с отрицательно заряженным фосфорипидным бесслоем. И вот эти взаимодействия, они, естественно, тоже не очень-то хорошие, потому что они тоже могут влиять на эффективность выделения визикул, и их нужно принимать во внимание при использовании того или иного способа выделения. Ну и, естественно, значит, в первую очередь, когда микровизикулы выделяются, естественно, значит, вот люди, которые их выделяют, они должны себе поставить вопрос вообще, зачем они это делают и для чего они планируют использовать эти микровизикулы. Поскольку если это общее исследование или использование их для доставки содержимого, то, естественно, очень важно сохранить структуру и свойства этих визикул и сделать так, чтобы каких-то дополнительных реагентов-то было как можно меньше или не было вообще, поскольку, естественно, они будут вносить какое-то возмущение в систему, и она уже будет не той. Если это исследование протеома, то, естественно, нужно уделить максимальное влияние, максимальное внимание тому, чтобы уменьшить концентрацию балластных белков. Если это выделить работа с нуклеиновыми кислотами, то, в первую очередь, это отсутствие ингибиторов полимеразных реакций либо обратной транскрипции, либо ПЦР. И дальше это, естественно, то, в каком виде исследование планируется. Если это научное исследование, понятно, можно поступиться технологичностью метода и его ценой, и работать на дорогом оборудовании, и тратить много времени на выделение. Но если это рутинное использование микровизикул, например, для каких-то диагностических приложений, то понятно, что вопросы производительности, цены, скорости процедуры, воспроизводимость ее, что очень важно, требования к оборудованию, персоналу, который это делает, и возможность автоматизации процесса, они выходят на первое место. Ну и если говорить непосредственно про выделение, то понятно, что тут, на самом деле, все очевидно. Значит, не так все сложно. Значит, частицы отличаются по размеру, соответственно, их можно использовать, вот, набор методов для их выделения. Они отличаются по плавучей плотности, значит, ясность и диментация. И они отличаются по составу мембран. Состав мембран, значит, это такой самый, ну, наверное, широкий спектр методов, позволяет использовать для их выделения этой афинной взаимодействия, разной, так сказать, степени афинности с этой мембраной, использования зарядами мембраны, мембранотропных реагентов и так далее. Ну и можно, значит, использовать и такие вот подходы, они достаточно редко используются, но они используют комбинацию физико-химических свойств. Так, строго говоря, это даже не совсем растворимость и не совсем гидрофобность. Это способность, значит, микровизикул распределяться в растворах-полимерах, формирующих нерастворимые фазы в растворах. Это такая типичная химия ВМС. И, значит, ну вот, как бы так. И кроме того, что бы я еще хотел отметить, это то, что общий пул микровизикул, равно как и пул экзосом, он гетерогенен по свойствам. И выделенные микровизикулы разными методами могут отличаться. Ну вот тут я привожу такой пример простенький из последних работ, что вот выделенные экзосомы разной плотности, и оказывается, что они отличаются как в размеру, так и по экспрессии уникальных маркеров. И, кроме того, они отличаются и по содержимому. То есть вот упакованные в них микро-РНК регулируют экспрессию разного количества генов. Ну, соответственно, значит, и микро-РНК совершенно разный. И, значит, так, почему я про это говорю? Потому что, естественно, что какой-то способ выделения микровизикул может быть хорош для одного применения и не очень удобен для другого. И как бы это нормально, потому что универсальных, наверное, не существует вариантов решения задачи. И поэтому это нужно тоже иметь в виду. Так, эту табличку мы пропустим. Значит, если говорить про выделение, то, естественно, золотой стандарт – это ультрацетрифугирование. Это, значит, осаждение балластных, так сказать, частиц в растворе. Это получение такого супернатанта и его либо осаждение и получение при помощи ультрацетрифугирования с ускорением там 100 или 200 тысяч G и осаждение суммарных микрочастиц. Либо разделение в градиенте плотности, получение, значит, разных фракций частиц с разной плавучей плотностью. Либо, значит, дополнительная сепарация частиц по размеру и выделение там экзосомоподобных частиц. Если говорить про разделение частиц по размеру, то для этого может быть использовано несколько методов. И, естественно, в первую очередь это мембранная фильтрация. Сейчас есть фильтр с разными размерами пор. Есть разные варианты продавливания, значит, частиц через такие мембраны, которые нужно вообще-то к ним тоже относиться внимательно, поскольку, например, вакуумирование – это тот метод, который как раз не то что приводит к авитации, но приводит к дегазации и формированию пузырьков воздуха. Вот он может быть для этих целей не очень хорош, потому что может приводить к кризису экзосом. Поэтому, естественно, нужно учитывать, что чем больше этапов фильтрации есть, тем больше у вас будет потерь. И, в принципе, значит, этот метод замечательный, он позволяет частицы эти разделять по размерам, но он не совсем позволяет их выделять, потому что, значит, полученный препарат нужно еще как-то концентрировать, например, тем же самым ультрацетрифугированием. Значит, есть такой вот подход, называется гидростатический диализ, то есть фактически это ультрафильтрация с потерей жидкости. Метод тоже, собственно, может быть использован как для разделения по размеру, так и для концентрирования частиц, и получает он, в принципе, выделять хорошие препараты. Однако, несмотря на то, что авторы утверждают, что у них нет потерь, известно, что ультрафильтрация всегда приводит к потере тех материалов, которые этой ультрафильтрации подвергаются. И, естественно, метод гельфильтрации. Гельфильтрация – это протокол, на мой взгляд, самый лучший, который позволяет разделять частицы по размеру и удалять балластные белки. Он используется в большом количестве коммерческих наборов, и недостатком его является то, что есть требования к объему образца, потому что, значит, гельфильтрация эффективна тогда, когда отношение образца к гелю, ну, по меньшей мере, выше, там, 5-10. И поэтому объем образца должен быть небольшой, хотя метод этот совершенно прекрасный. Значит, есть, как бы, набор методов, основанных на изменении растворимости или агрегации визикул. В первую очередь, это, конечно, полиэтиленгликоль. Осаждение полиэтиленгликолем используется в большом количестве коммерческих китов. Значит, метод замечательный, очень быстрый, мало от чего зависит, осаждает все на свете, и не только микрочастицы. И в этом-то как раз и проблема, потому что используемый ПЭК в концентрации, там, от 5 до 10%, он прекрасно осаждает иммунные комплексы, осаждает большое количество белков, по меньшей мере, из плазмы. И вот эти вот остаточные количества белков, а, и, кстати, и остается еще и в осадке. Удалить ПЭК из осадка – это отдельная задача, которую решить, ну, крайне сложно. Если он не мешается – хорошо, если он мешается, ну, нужно это всегда помнить. Значит, для того, чтобы уменьшить концентрацию ПЭКа и как-то частицы сагрегировать, значит, используются дополнительные протоколы, например, использование протамина. Протамин – это такой белок с положительно заряженными доменами, он может агрегировать частицы за счет взаимодействия с отрицательно заряженным фосфолипидным бислоем. И в этом случае частицы выделяются хорошо, эффективно, но есть недостатки. Значит, такие осадки сложно и суспендировать, удалять протамин крайне сложно, и остаточное количество протамина в пробе, они очень нежелательны при, например, работе с ДНК. Ну, и разные другие способы осаждения частиц, либо там за счет нейтрализации поверхностного заряда, либо использование органических растворителей, предлагается в литературе, но использование органических растворителей нужно иметь в виду, что это такой метод, который в первую очередь осаждает белки, потому что уже добавление 10% спирта приводит к полному осаждению, например, альбумина. А когда вот авторы используют 4 объема холодного цитона, ну, просто там никаких биополимеров в крови оставаться после этого не должно. И, естественно, замечательным методом выделения микрочастиц является использование афинных взаимодействий. В первую очередь это, конечно, взаимодействие рецепторов, взаимодействие антител с рецепторами. И, значит, обычно для выделения частиц используют антитела, фиксированные на твердой фазе, это либо магнитные шарики, либо какие-то поверхности или фильтры. И метод позволяет выделять очень хорошие препараты частиц, очень чистые, все очень замечательно, за исключением того, что, как правило, такие методы имеют невысокий выход, но поскольку они выделяют как раз те субпопуляции, на которых экспонированы эти белки, к которым используются антитела, с этими методами не очень удобно работать с большими объемами, и не всегда удобно снимать частицы с таких поверхностей, поскольку они могут быть прочно связаны за счет многоцентрового связывания с поверхностью. Ну и, кроме того, всегда возникает вопрос, значит, стабильности и цены антител. Значит, и оп, стоп. Извиняюсь. Есть и другие варианты и подходы. Это, например, использование других свойств поверхности микровизикул, в частности, на них часто экспонированы, практически всегда, вот такие гепарансалфат, салфейт протиагликанц, это белки, которые связывают гепарин, и, используя гепарин в качестве леганда, значит, частицы можно выделять, но утверждается, что это, в общем-то, достаточно хорошо работает. Как раз этот протокол мы не пробовали, ну, ничего сказать про него плохого не могу. Естественно, менее афинные взаимодействия. Это, вот, использование анексина или ТИМ-4 белка для связывания фосфатидилсирина в составе мембраны. Значит, это связывание белков теплового шока, экспонировано на поверхности микровизикул, причем, значит, ну, каких-то микровизикул, секретируемых во время воспалительных процессов, особенно, и, наверное, эти протоколы в каких-то определенных способах могут быть очень удобны и интересны. Это, само собой, использование лектинов. Этот протокол, в принципе, работающий достаточно хорошо и часто применяемый, значит, основан на использовании белков, лектинов, которые связывают полисахаридные остатки в составе рецепторов и белков поверхности микровизикул. Он, в общем-то, простой, недорогой, но есть данные, что не всегда обеспечивает достаточно эффективного выделения микровизикул для последующего исследования микро-РНК. Значит, еще один протокол, который, с одной стороны, значит, нам когда-то казался очень хорошим, значит, это протокол, использующий распределительные такие процессы, то есть это то, что вот я говорил в начале, это методы, основанные на распределении визикул в растворах полимеров, формирующих отдельные фазы. Значит, это раствор полиэтиленгликоля и декстрана, эти полимеры конкурируют за воду, формируют свои фазы, и в фазе декстрана находятся микровизикулы. Все было бы хорошо, но вот это вот распределение не всегда идет так, как хочется, и не всегда они там оказываются в достаточной концентрации в этой фазе. При этом в этой фазе всегда при использовании таких вот подходов концентрации полимеров достаточно высокие. И эти полимеры, они контаминируют визикулы, эти растворы имеют достаточно высокую вязку, с ними не очень удобно работать. Но вот этот метод как бы у нас в лаборатории не пошел, я бы его не мог бы как бы, как сказать, рекомендовать. Так, а что такое? Естественно, нельзя не сказать про новые способы выделения микровизикул, но я на них, наверное, останавливаться не буду, потому что, как я видел, там есть докладчик, который будет рассказывать про выделение микровизикул с помощью микрофлюидных устройств. Значит, с ними, пожалуй, что все замечательно, за исключением того, что объемы препаратов, разделяемые на МФУ, обычно не очень большие. Хотя, естественно, море вариантов, как улучшать процесс, как отделать его производительным, и плюс эти устройства могут быть еще и модифицированы, так сказать, афинными взаимодействиями. Здесь я хотел привести, значит, так, для примера, коммерческие наборы, использующие разные варианты выделения, основанные на использовании гель-хроматографии, вот это Science Exclusion, вот Eisen Science, это наборы, использующие полиэтиленгликоль, и наборы, исследующие методы иммуно-афинного выделения. Ну, собственно, про то, что есть, в целом, наверное, я как-то рассказал, и хотел бы пару слов остановиться на том, что же сделали в этой области мы. Значит, я рассказывал про протамин, который агрегирует частицы, и на наш взгляд это, в общем-то, в принципе, очень хорошая идея, только не очень хороший реагент. Значит, в чем дело? Использование полиэтиленгликоля, оно приводит к тому, что из раствора формируется очень объемный осадок, в котором в том числе и есть микровизикулы. Причем микровизикулы выделяются с хорошей эффективностью. Но, однако, в этом осадке чего только нет, и работать с ним очень неудобно. В частности, очень много ингибиторов полимеральной цепной реакции. При использовании любых биологических жидкостей, мочи, крови, супернатантов, ну, практически везде. Значит, если концентрацию ПЭГ уменьшить, то что-то выделяется, но мало. То есть, по-видимому, значит, ну вот, как бы, этот метод не годится. Что нужно сделать? Ну, решение как бы очевидное, и оно уже, значит, было продемонстрировано. Можно сделать агрегаты микровизикул, попытаться их сагрегировать. И когда они будут сагрегированы, у них уменьшится растворимость, и концентрацию полиэтиленгликоля можно понизить. Значит, мы проверили большое количество разных реагентов, мембранотропных, для того, чтобы вот сформировать такие микровизикулярные агрегаты. И оказалось, что самый простой и самый дешёвый – это голубой декстрант. Это такой декстрант, который модифицирован молекулами красителя цибокрона. Это такое полициклическое ароматическое соединение мембранотропное. В принципе, голубой декстрант используется ещё и для удаления альбумина при протеомных исследованиях. Но там немножко другие концентрации, и вот в таких концентрациях он как бы с альбумином связывается не сильно. Но, однако, хорошо агрегирует частицы и позволяет, значит, очень существенно улучшить чистоту препарата, выделяемых микровизикул. Ну и вот здесь демонстрация того, что микровизикулы выделяются, они не сильно агрегированы. Вот видно, что у них есть фракция мелких визикул, крупных визикул. Вот это сравнительный образец, полученный, значит, при помощи ультрацентрифугирования стандартного. И, что самое главное, в этих образцах очень мало ингибиторов полимеральной цепной реакции. Здесь вот приведён пример, значит, ПЦР. Вот это гман ПЦР, значит, на микро-РНК 19-й Б, и видно, что вот эти вот везде, эти отношения отрицательные, то есть ЦТ при ультрацентрифугировании выше, значит, концентрация ниже. Точнее, видимая концентрация, то есть та концентрация, которая детектируется ПЦР. То есть, в принципе, метод хороший, мы им пользуемся, и, в общем-то, пока что ещё не опубликовали, но, значит, рекомендуем использовать. Ну и в результате я хотел бы поблагодарить участников этой работы из нашей лаборатории. Это Марию Канашенко, Евгения Лихнова, Олю Брызгунова и Ивана Запорожченко. И спасибо вам большое за внимание. Если есть какие-то вопросы, я на них готов ответить. Спасибо большое, Николай Петрович. Есть вопросы? Можно ли эти текстурновые комплексы, которые образуются, разрушить потом? Как бы развалить эти экзосомы до единичных? Вот, судя по данным, в трансфессионной электронной микроскопии можно. То есть, получается, что те препараты, которые мы смотрим на темп, они выглядят как индивидуальные визикулы. Точно-точно так же и ничуть не хуже, чем препараты, выделенные центрифугированием, ультра-центрифугированием. А на этапе, когда вы добавили дегстрант, как они будут? Ну, сейчас, подождите, я вам договорюсь. Но вообще-то мы этот протокол делали для того, чтобы убрать ингибиторы полимеразных реакций и для выделения микро-РНК. И вот, скажем, я могу какую-нибудь часть тела дать на отсечение, что для этого как раз приложение, этот протокол подходит хорошо. Для выделения нативных, ну, это нужно все-таки как-то, может быть, более детально исследовать. И второй у меня такой маленький вопрос. А если он образует эти самые агрегаты визикул при добавлении в экстрана, может, потом крутить без ПЭГа, просто на меньших оборотах, чем ультра-центрифугирования? Ну, хороший вопрос, может быть, и можно, но только дорого. Нет, ну, радикально на меньших оборотах, там, я не знаю, на 20 тысячах. Нет, на 20 тысячах не выходит. Не осаждаются они, да? Цветочек не выходит, нет. Не выходит. Не получается. А, значит, использовать ультра-центрифугирование, ну, как-то большого смысла не имеет, поскольку метод сделан как раз как метод, который мог бы использоваться как бы в клинических лабораториях для последующего анализа препаратов. Ну, я поняла, да, я просто думал, что если агрегаты, то тогда их можно на меньших оборотах осадить. Ну, думаю, что, наверное, да, но хотелось бы сделать такой вот процессивный протокол, который был бы еще и воспроизводительный, и не использовал бы дорогостоящего оборудования и так далее, и, собственно, поэтому сделано то, что сделано. Хотя, в принципе, да, думаю, что, да, думаю, что то, что вы говорите, совершенно наверняка можно сделать. Спасибо. Спасибо большое. Павел Петрович, может, такой технический вопрос? Вот процедура концентрации требует оптимизации в зависимости от исходного жидкости, с которой работает моча, плазма, ликвара, то есть надо как-то под каждую что-то дорабатывать, да? Ну, да, конечно, конечно, поскольку у вас же, в принципе, все протоколы, которые вы используете в дальнейшем, они, как бы, в том числе зависят и от параметров исходного материала, то есть от его вязкости, от концентрации микровизикул, концентрации дополнительных примесей и так далее. Поэтому, ну, это, конечно, нужно как-то к этому относиться внимательно. Если вы используете какие-то взаимодействия, то, естественно, очень важен ПАЖ. Которые нужно, ну, в общем-то, желательно поддерживать все-таки на каком-то уровне. Ионная сила раствора тоже, значит, как-то она должна быть какая-то разумная. Та, на которой вы ориентируетесь. То есть, в принципе, мы обычно эти параметры подгоняем с тем, чтобы нивелировать потенциальные отличия, которые есть, ну, например, в моче. Там довольно сильно может варьировать концентрация белка, мы там в образец немножечко разбавляем. Спасибо. Спасибо большое. Вопросы есть еще? Конечно. Скажите, как можно избавиться от апоптотических телец? Вопрос связан с тем, что сейчас очень много работы идет по определению ДНК экзосомальной. И, соответственно, это становится принципиальным моментом. Ну, понятно, да? Вот, честно вам скажу, не знаю. Значит, ну, опять же, ну, я думаю, что тут в помощь только Господь Бог и дифференциальное центрифугирование. Поскольку они, тем не менее, эти частицы отличаются по плотности упаковки материала. Там все-таки ДНК, она плотно упакована, и она упакована с гистонами. И она просто тяжелая. И, значит, апоптические телца должны падать побыстрее. Ну, так, из общих соображений. И, наверное, этим способом, значит, дифференциальное центрифугирование в градиенте плотности, от них, наверное, можно все-таки избавиться достаточно хорошо. А другими методами я сильно сомневаюсь, потому что мембрант-покрытые частицы, они и есть мембрант-покрытые частицы. А, ну, использование антител, конечно, да. Использование, значит, каких-то специфических легандов к специфическим маркерам поверхности. А нуклеазная обработка, ну, я... Знаете, значит, с удалением нуклеазами нуклеотидного компонента, связанного с поверхностью, это большой вопрос, насколько хорошо они его удаляют. Потому что когда-то мы этим занимались, и даже, по-моему, какие-то публикации у нас были, вот Светлана Николаевна, не даст соврать. Значит, дело в том, что когда... Это зависит от того, какая нуклеиновая кислота у вас есть на поверхности. Если она достаточно длинная, и если она связана с несколькими сайтами на этой поверхности, ее нуклеазой, скорее всего, не удалить. Если она коротенькая, то ее удалить можно. Связано это с тем, что у ферментов обычно константа связывания невысокая. У них процессивность должна быть высокая, поэтому константа связывания маленькая. Поэтому фермент просто эту нуклеиновую кислоту с поверхности, ну, как бы, взять не может. Она там есть, но взять она и не может, потому что она связана. А связана она прочно, потому что связывание происходит в нескольких точках, и константы вот эти, значит, которые есть у каждого сайта связывания, они в сумме перемножаются. Связывание получается очень прочно. Также в точках связывание, например, полианиона с поликатионом, оно, ну, очень прочно, если полианион и поликатион достаточно длинные. Ну, тут же, наверное, вопрос в том, как их обрабатывать и зачем. Если вы хотите удалить из них, удалить ДНК, ну, я бы не взялся. Потому что ДНК там связана с гистонами, она упакована по-хорошему, ну, как-то их надо разрушить. То есть, когда ты будешь их разрушать, в процессе этого разрушения ты разруши эти частицы, которые, в общем-то, ну, должны быть так вот из общих соображений менее прочными. Продолжение следует...